Всем привет-привет! Всем хорошего дня! А мы сегодня с коллегой после своей работы поехали на августовскую ежегодную конференцию, которая проходит у нас в городе Елизово. Она проходит среди работников педагогических. И там как бы подводят итоги предыдущего учебного года и намечают пути на следующий учебный год. Выступают педагоги с докладами. И было очень интересно послушать школьных педагогов, учителей. У нас будет введен урок, он называется «Обеспечение безопасности и защиты Родины», ОБЗР. Вот такой вот будет у нас предмет. Ну это по принципу начальной военной подготовки. Сначала все, извините за выражение, похерим, а потом опять начинаем все это внедрять. А здесь мы уже идем обратно. Сейчас попьем кофе и заедем в магазин и уже поедем домой. Это мы идем через наш парк, который называется «Сказка». Здесь вот, не знаю, уже этот бассейн стоит. И здесь в таком прозрачном шарике катаются дети. Он уже аж бедный зацвел, по-моему, этот бассейн. Вот, такая у нас погодка и такой пустынный парк. Девчоночки, забегала в новый наш белорусский магазин, который у нас в Елизово открылся. И вот накупила так немножко вкуснятинки. Хотела купить просто грудинку, но купила еще попутно несколько позиций. Так, и буду называть цены. Значит, вот такая грудиночка. Что такое у меня с резкостью? Так, вот за этот кусочек 185 рублей. Нормально. И вот такая еще штучка. Какая-то такая, ну, копчененькая, я предполагаю. Да, копчено-вареная. Этот вышел кусочек на 376 рублей, килограмм 843. Я думаю, наверное, вкусная. Ну, это у меня больше муж любит такое. Так, дальше взяла адыгейский сыр. Он, кстати, очень классный и недорогой. Тут у меня 328 граммов. А стоит он... Сейчас я гляну. Где-то, видите, сыр? Ну, не вижу сыр. Вот, сыр. 238 рублей. Так, дальше. Иван-чай. Вот такой я уже его брала. Мне очень понравился Иван-чай. И сейчас еще появилась ромашка с мятой. Вот хочу попробовать. Я люблю зеленый чай. Поэтому люблю. Один возьму, вот Иван-чай возьму на работу, так как я его уже пробовала. А вот этот оставлю дома. Так, дальше. Маслица. Сливочная. Три яблочных пастилы. Два сливушки творожок. Один черника, другой чизкейк. И две типа иммунельки, иммунно. Да, один клубника, а другой манго. Вот, в общем, вот такая закупка вышла у меня на 1675 рублей. Вот он чек. Если хотите, ну, остановите там, заскрите, да, и посмотрите, сколько у нас все стоит. По сравнению с нашей продукцией, с Камчатской, с Агротейковской, допустим, вот это мясо абсолютно недорого вышло. Вообще недорого. Особенно вот этот кусман. Я не понимаю, откуда берутся цены. Сыр. Такой здесь кусманище. Тоже, ну, вообще недорого. Пастила. Ну, вообще, в принципе, все недорого. Здесь вот масло 200 грамм. Оно стоит, сейчас я вам скажу, сколько стоит оно. Так, 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 так. Масло сливочное. 228 рублей, да, тут 200 грамм. У нас, скажите мне, 180 грамм. Там какое-нибудь алтайское масло. Ну, такое хорошее. Стоит 200, 210, вот так вот. Причем 180 грамм. А здесь аж жира 84, а там, ну, 82,5. Короче, вот такие закупочки на 1600. А здесь у меня пирог. Я вчера пекла пирог рыбный. Пробовала заводить тесто по-новому. Мне очень понравилось. Классное тесто получилось. Мягенькое, вкусное. Прям вот на вкус именно вкусное. Хотя я тоже завожу тесто по своему рецепту. Оно просто на воде. Тоже тесто обалденное. Но вот это нагазировано на минеральной воде. Очень классное. Мне понравилось. Здесь рыбный пирожок. Я делаю иногда, в начинку добавляю рис. Иногда делаю с картошкой. Вот на сей раз он у меня с картошкой. Сейчас порежу его, чтобы в тарелочку положить и убрать в холодильник. Все-таки рыба, картошка, лук, пускай лучше лежит в холодильнике. Муж уже брал там, угощал тоже своих знакомых. Отрезали еще. Свекрови отнесли. Я сейчас хочу еще два кусочка отнести и угостить соседку. Мы очень дружно живем в нашем подъезде. У нас вообще дом двухподъездный. И он двухэтажный. И на каждом этаже четыре квартиры. То есть 16 квартир в нашем доме. И вот наш подъезд очень такой дружный. С соседкой мы очень дружим. Через стенку она у меня живет. Ниночка. И в таких достаточно хороших отношениях. Сами, знаете, делаем свой подъезд как бы уютней. Возле подъезда разбили самостоятельно. Разбили полисадник. Сколотили забор. Там, где, в общем, забор. У нас в садике была замена забора. И старый штакетник как бы, ну, заведующий говорит, кому нужно, забирайте. Я думаю, почему бы нам не поставить этот штакетник возле дома. Огородить полисадничек нам, чтобы машины не заезжали. Вы знаете, собаки не бегали. И муж привез. Мы привезли тут земли. Облагородили все. Посадили им многолетние цветы. И еще закупаем каждое лето однолетки. Там петунью, допустим, Анюта на глазке. И высаживаем на клумбу. Очень красиво. Но самим приятно проходить. Нам поставили лавочку. Мы обратились в управляющую компанию. Если бы не обратились, не поверите, так бы и не поставили. Значит, Марина вышла на работу. Сейчас вот у меня фарш лежит. Я его вчера с вечера достала. Он уже так подтаял. Сейчас выложу в миску. Хочу котлеты сделать. Там есть у меня кабачок один. Сейчас нафигачу котлет. А это достала шейки. Пайки, чтобы разморозились. Завтра тоже кашу есть сварю. Вот такой пакет фарша 750 грамм. Стоит 720 рублей. Вот так вот. Надо мясорубку покупать и молоть самой фарш. Потому что это очень небюджетно. И не знаешь, что там в том фарше. Ну, хотя фирма Агротек у нас нормальная. Ну, все-таки лучше, когда фарш скручен самими людьми. А не где-то на производстве. Так, сейчас помою посуду. Тут у меня целое море посуды. Кастрюля после борща. Осталось там заварник. Короче, там в кастрюле тарелки. Сейчас все помою. И займусь уже приготовлением котлеток. Ну, и что я дальше? Хоть продолжу говорить про управляющую компанию, которая нам поставила лавочку. Что если бы мы не сказали, нам так бы и не поставили. Хотя входит обустройство территории в функционал управляющей компании. Урну установить возле подъезда. Козырьки сделать. Да, ничего. Вы представляете? У меня весной забилась фановая труба в туалете. И как бы весь запах с унитаза, с первого этажа, с нашего этажа, он поднимался к нам, ну, оставался у нас в санузле. Вот. Это была весна. Где-то, наверное, апрель месяц. Вот так. Потому что сначала была оттепель, а потом морозы. Еще и снег. И, короче, все это дело забилось. Я им звонила два раза. Я приходила, писала заявление. Действие не возымело ничего. А как запах стоял, так и стоит. Ну, вы сами понимаете, что это мало приятного, да? Вот. И я потом написала в такое есть приложение ГИС ЖКХ. Ты пишешь туда обращение. С чем ты не согласна, да? Что ты просишь, просьбу какую-то, как бы, хочешь, чтобы тебе рассмотрели, помогли в решении какого-то вопроса. Все. Буквально через два дня мне звонят и говорят так, и так, и так. У вас не устранили там ля-ля-ля? Я говорю, нет, не устранили. Ко мне приехал мужчина. Тут же пришли работники с управляющей компанией. Этот мужчина замерил то, что он думал, что вытяжная, как бы, вентиляция забилась. Но нет, это называется фановая труба. Я просто не знала. Вот. Он произвел замеры, да. Я, как бы, почувствовал, что в доме запах, да, неприятный есть. И, значит, при мне позвонил директор управляющей компании, и она ему отвечает, не знаю, что там у нее воняет. Ни у кого не воняет, никто не жалуется, а у нее, значит, воняет. Он говорит, ну, я сейчас нахожусь в квартире, я подтверждаю, что в квартире запах несоответствующий, ну, то есть он идет именно от фановой этой трубы. Все, не поверите, все прочистили, все пробили, все продули. Все прекрасно. Я не понимаю, зачем доводить до крайних вот таких мер. Неужели нравится, когда вас ругают, да, там, и вы получаете. Для чего? Ведь можно все сделать по-человечески. А ей, видите ли, нужно было специально вышку вызывать, а я должна была вот это все нюхать. Но как-то правда у нас не по-человечески все делается, не для людей. Вот, мое мнение. А тариф, причем, пишут все, как у них содержание дома, все они выполняют. И квитанции присылают вовремя. Я оплачиваю тоже вовремя. У меня никогда нет задолженности. Всегда только пришла квитанция, я оплатила. Ну, так вы будьте добры, правда? Исполняйте свои должностные обязанности в полном объеме. Ведь вы получаете от меня оплату ваших услуг в полном объеме. И иной раз, ну, бывает так обидно. Я вообще не любитель ссориться там с кем-то. Ну, просто меня вот эта несправедливость прям убивает. Почему я должна делать все на 100% для вас, а вы для меня не можете сделать этого? Тогда не берите оплату 100%. Делайте 50%. Мы сами будем изыскивать возможности пробивать там трубы и так далее. Сколько мы уже ругаемся по поводу уборки подъездов. В содержание нашего дома входит уборка подъездов, а у нас его убирают, я не знаю, наверное, раз в две недели. И то там стоит, если расписана влажная уборка, значит, и мытье полов. А у нас только подметают, попшикают из бутылки. Все начинают мести, а когда пшикают и на перила, знаете, попадает вода. А когда начинают мести, эта пыль оседает на перила. Ну, короче, это полная-полная же. Тема ЖКХ, система ЖКХ, это, мне кажется, кошмар и тихий ужас. Вот так вот. И сейчас у нас тоже происходит отключение холодной воды. Там тоже что-то делают. Короче, ужас ужасный. Вот, тем временем я уже перемыла всю посуду. Вот, заканчиваю мыть. И поставила фарш размораживаться немножко там на минутку. Он сейчас разморозится. И, ну, как обычно, натру кабачок, натру луковицу, чесночок. И пожарю котлетки. Отварю, наверное, рожки на гарнир, макарошки. Давненько не было рожков, точнее, рожки. Рожки. Не рожки. Вот. Отварю и будет у нас ужин на 2-3 дня. Ну, в общем, еда. Вот так вот. И хочу, кстати, себе купить такой, знаете, небольшой блендер с чашей. У меня вот большой, да, он как комбайн у меня идет. А я хочу такой небольшой, маленький купить, в котором удобно лук измельчать на котлет. Знаете, чтобы мясорубку не доставать, которой, кстати, нет еще. Вот. И еще хочу поговорить с вами о меню. Скажите, пожалуйста, вы составляете меню? Я как-то давно-давно, наверное, года 3 назад пробовала. Так, и сегодня в котлеты добавлю овсяные хлопья. Все никак не могу перемолоть овсянку. Представляете? Вообще голова дырявая. Если не пробовали никогда делать со старыми котлеты, ну, попробуйте. Очень даже неплохо. Вместо хлеба замечательно. Так. Чеснок. Хмель и цунели, как обычно, обязательно. Так. И соль. Солю на глаз. Все. А, знаете, что у меня еще? Я иногда в котлеты добавляю творожный сыр. У меня творожного сейчас нет, но у меня есть плавленый немножко. Я его сейчас сюда зафигачу. Вот. И по меню. У меня, короче, из этой затеи ничего не получилось. Хотя я переписывала продукты, которые у меня лежат в морозилке, но у меня ничего не вышло. Полчасика. И потом быстро пожарю котлетки и сделаю... Протушу подлив. Подливочки. Протушу. Ну вот, макарошки я сварила. Хотя такие не люблю. Больше люблю спиральки, но были такие. И у меня уже здесь осталось 10 минут. Готовятся котлетки. Котлетки вон уже. О, нормас. Такие румяненькие, сочные. И будут вкусные. Попробуйте, девчонки, еще раз я вам говорю. Сделайте с... С чем? С геркулесом, с хлопьями овсяными. Девчонки, у нас уже вечер. Темнеет уже. Я вывесила. У нас дождик прошел хороший. Я вывесила белье. Надеюсь, не будет дождя. С вчерашнего дня следила за новостными каналами. У нас вертолет с туристами пропал. И вот сейчас буквально минут 15 назад написали, что нашли. Вертолет потерпел крушение. На борту было 19 пассажиров и трое членов экипажа. Люди, туристы, летели отдыхать, посмотреть на красоты. Вот так вот. Ребят, берегите своих родных и близких. Пусть все будет хорошо. И пусть все будут дома. Всем пока.